Как общаться с токсичными людьми, близкими, с которыми сложно разорвать совсем отношения, не в ущерб своему здоровью? Такой запрос у меня поступил от одного из клиентов, который был недавно на консультации. И сейчас я решила даже по этому поводу записать видео и разъяснить, и ответить на этот вопрос. Значит, как можно общаться с токсичным человеком без ущерба для своего здоровья? Ответ самый краткий – никак. Это самый краткий и самый точный ответ. То есть желательно не общаться. И тогда, как говорится, нет человека – нет проблем. Как из этой серии. Если же всё-таки по каким-либо обстоятельствам вы считаете, что с этим человеком общаться надо, то как минимизировать ущерб для здоровья? Ущерб всё равно будет, но как его минимизировать? Ответ со стороны психолога, то есть меня будет выглядеть странно, но это единственный правильный ответ. Не любить этого человека, не добиваться от него любви в отношении вас, не пытаться ему доказать, что вы достойны любви, уважения и ещё чего-то. Вам должно быть всё равно на мнении этого человека. Оценка этого человека у вас просто ни о чём вам не говорит. Наоборот, даже если этот человек вас хорошо оценивает, вы должны в этом начать сомневаться. Что-то не так, какой-то в этом подвох. Если вас плохо оценивают, то всё равно, это норма. В общем-то, что ещё можно от этого человека ожидать? То есть примерно вот такое должно быть отношение внутри. Повторюсь, не надо пытаться заслужить любовь, не надо пытаться что-то объяснить этому человеку, не надо думать, что этот человек когда-то вас поймёт. Вот сейчас вы ему просто объясните 105-й раз, и вот 105-й раз он обязательно поймёт. Нет, этого не будет. Или человек сделает вид, что вас понял, но уже через 20 минут вы услышите и увидите всё то, что было до этого. И все ваши многочасовые разговоры с этим человеком, всё, что вы пытались до него донести, объяснить, разложить по полочкам, ну вот чтобы наконец-то вас поняли, и наконец-то разговор был адекватный, отношение было адекватным. Всё это будет слито в унитаз, и как будто этого и не было. Это просто потраченные часы впустую. Никогда не будет никаких изменений. Кроме, сейчас объясню, в каких случаях будут изменения. Для этого давайте определимся, кто такой токсичный человек. То, что в обиходе, в психологии, в быту называют именно токсичными людьми. Это человек, который питается негативными эмоциями, плохими эмоциями другого человека. То есть он должен как-то сделать так, чтобы испортить вам настроение, или нажать на какую-то болезненную точку, или как-то вас зацепить, у вас подпортится настроение, либо вы почувствуете какое-то, что вас запутывают, какую-то запутанность, голова поплывёт, будет ощущение, что я не понимаю, что происходит, или к чему это вот сейчас он или она сказали, или будет ощущение, что вас как будто бы так раз, и как змея укусила, или ещё что-то, или вас немножко отравили. В общем, вы понимаете, что происходит что-то не то, и это на вас токсично влияет. И в этот момент, когда вы отравлены слегка или сильно, тому человеку становится хорошо. Вы видите удовлетворение на лице того человека, либо какой-то такой ехицу, или ухмылку довольную, или просто подъём сил, настроения, энергии. И человек как бы делает вид, что ничего он сейчас не сделал, ничего плохого, и как бы с хорошим воодушевлением вдруг начинает там предлагать, ой, ну всё, пошли, не знаю, гулять, веселиться, да-да, что ты такой грустно сидишь, да-да, на самом деле ты сидишь грустно, и потому что тебе сейчас испортили настроение. Вот, но как бы, а у того-то прилив, прилив силы, и он уже хочет дальше праздника души. Вот такая вот история, да, то есть человек должен испортить настроение и подпитаться вашим испорченным настроением. Неважно, испорченной самооценкой какой-то сейчас вот, которая упала, либо злость. Если вы разозлились, это тоже подпитка для токсичного человека, потому что вы вышли из себя, вы начали гневаться, на гнев у вас ушло некоторая часть энергии, у вас всё равно произошёл слив энергии. И вот когда у вас слив, у этого человека подъём. Вот что такое токсичный человек. Он не может общаться по-другому, он не может быть эмпатом, он никогда эмпатом не станет. Он не питается через эмпатию, он питается через токсичность, потому что у него приглушено чувство любви, может быть, ну, скорее всего, они вообще не умеют любить. У них плохо с эмпатией, с сочувствием, и в душе есть такое, знаете, такая чёрная сущность, её можно даже назвать, похожая на, ну, на какую-то чёрную сущность. Там это какая-то змея, подколодная, или паук какой-нибудь, или гоблин такой, вот знаете, либо чёртик, либо ещё, назовёте его как хотите, да, это можно в виде любого образа представить. Но вот есть что-то тёмненькое такое в душе у человека, и вот этой темнотой он в этот мир и действует. И чтобы эту темноту подпитывать, потому что они не могут ощущать внутренний свет, они не подпитываются позитивом, как те, кто живут через светлые энергии. Они, как люди с тёмной энергией, подпитываются чем-то таким склизким, грязным, мерзким, у них всё перевёрнуто, чёрным называют белым, белым называют чёрным и так далее. Вот, эмпаты им все кажутся дебилами, какими-то глупыми, ну, потому что если они эмпаты, ну, значит, они дураки. Надо быть вот такими психопатичными, нарциссичными, надо быть вот такими хладнокровными, язвительными, злобненькими, без чувств, потому что если ты не умеешь любить, то как бы ты неуязвим, да, и если ты чужую любовь не принимаешь, ты тоже неуязвим. Там вот этого голову угла ставится, вот это у них главная ценность. Поэтому если вы эмпат, который вот такой светлый в душе, который хочет радовать близких, который умеет любить и близких, и себя, и который хочет взаимодействовать через вот такое нормальное общение, как он может найти общий язык, или как вот эмпаты и токсичный человек могут на одну волну попасть вообще в разговоре, в жизни, в сценарии, или ещё что-то. Ну, никак, никак. У них разные вот эти вот вибрации, разные волны, они в параллельных как бы реальностях существуют. То, что радует эмпата, огорчает психопата. То, что радует психопата, огорчает эмпата. Поэтому это всегда вот такие качели. У одного настроение поднялось, у другого упало, у этого упало, у этого поднялось. Вот такое вот общение у эмпата с токсом. Вот, всё. И они никак, они не могут вот так вот встретиться. Ну, вот так вот и кратко, если объяснить, как. То есть, забейте на то, чтобы добиться их любви, расположения, понимания, чтобы с вами нормально, адекватно общались. Они даже любовь принимать не умеют. Они не то, что сами не умеют любить, они её принимать не умеют. Вот вы будете их любить, они, я говорю, это будет как слив в унитаз. Вы оттуда будете получать только какие-то летящие какашки в ответ, и вы не будете понимать, почему. Вы не будете понимать, за что. А там не то, чтобы за что, а просто потому, что тот человек, он другой. Он вот такой вот тёмненький. И его вот радует только тёмная какая-то энергия. И ваша светлая любовь, ему вот поперёк горло, ему это раздражает, это неприятно. На вкус ему это невкусно. Даже может быть какое-то раздражение, что вы умеете любить. Может быть какое-то раздражение, что вы эмпат, и можете чувствовать то, что он не чувствует. Отсюда может быть какая-то странная, неадекватная, злобная зависть. И так далее. И всё это в ответ вашей искренней любви. Понимаете? Поэтому повторюсь, возвращаясь к первому ответу, который я говорила. Не надо пытаться заслуживать любовь, они не умеют любить. Не надо пытаться любить этих людей. Можете их спокойно разлюбить, они вас больше будут уважать. Можете разговаривать с ними строго, понятно, на их языке, хладнокровно. Даже если это вам тяжело, иногда придётся включаться. Будет больше, не то чтобы уважения, а у них же тоже с уважением у них плохо. Они сразу уважение заменяют завистью. Поэтому, назовём это так, им придётся с вами считаться, они начнут с вами считаться. Они увидят. Для них, потому что, если вы становитесь хладнокровным, строгим, таким вот, типа, не умеющим любить, для них это показатель того, что вы умный. А, вот, он умный всё-таки, видите, он не какой-то там дурачок, который умеет любить. То есть, тогда он не такой вот уязвимый, не такой вот, значит, тут он, надо с ним считаться, что то такое в нём есть. Вот как они оценивают. Если же вам тяжело включать эту часть, потому что это как бы вам нужно играть роль, вы будете всё равно не собой, вы же хотите через любовь условно действовать, а вам придётся изображать какое-то хладнокровие. И на это тоже будет уходить часть энергии, потому что это не ваше, вам придётся в эту игру вкладывать энергию. Вот. Если вам не хочется, тогда просто минимизация общения. Минимизация общения, не бояться давать отпор. И даже если с той стороны будет манипуляция в виде там, ну тогда, в общем, я тебя блокирую, я с тобой не разговариваю, или больше мне не звони, там, ну или как ты можешь, ты же дочка, или как ты можешь, ты же сын, да как ты можешь матери такое говорить. Либо наоборот, значит, как ты можешь такое сыну говорить, как ты можешь такое дочке говорить, ну там же, в зависимости от ситуации. То есть, ну, не обращайте, вообще не париться по этому поводу. Ну, игнор, значит, игнор. Вам всё равно. Вас хотят через игнор тоже слив, что произошёл энергии у вас. А если вам всё равно, наоборот, вы воспринимаете игнор, как, фу, слава богу, трогать меня не будет какое-то время, да, или, ну, то есть, игнор — это как избавление, наоборот, от чего-то негативного. У вас будет другое восприятие. Я даже думаю, что тот тому человеку быстро надоест игнорить, потому что это не имеет эффекта, он энергетически это почувствует и снова начнёт общаться. Вот. Вопрос, будете вы этому рады или нет. В общем, какая-то, ну, вот такая вот, там, понятно, там очень много нюансов, потому что всё равно токсичные люди, они тоже разные, они там по-разному себя проявляют. Ну, в общем, всякое бывает. Вот. И даже если это ваши родители или это ваши дети, ну, такие токсичные, то вот, ну, понятно, пока ребёнок маленький, никуда от него не денешься, придётся с этой токсичностью как-то, значит, сталкиваться, справляться. Но это как раз те дети, которые такие с психопатичной структурой личности, они тоже понимают только холод. Они понимают холод в общении. Они не понимают любви, доброты. Вы можете сколько угодно пытаться им угодить, осчастливить, не знаю, что там, какую-то вот радость доставить. Этот ребёнок будет неадекватно отвечать вам чем-то непонятным. Вы не будете понимать, что ему нужно для счастья, что вообще происходит. Вроде бы я всё правильно делаю, почему ребёнок как будто выводит меня из себя, как будто бы, то есть вот слив настроения постоянно делают родителю. Потому что на самом деле человек токсичным, он рождается, это даже 99% это врождённое. И взрослые, которые являются токсичными, извините, они когда-то были детьми. Но они могут, некоторые с родителями не могут эту токсичность проявлять, они её проявляют в другом месте, да, а с родителями, значит, прикидываются хорошими. Ну, по разным причинам. Может быть, потому что зависит, может, потому что боятся, может, потому что в детское состояние завалится, ещё что-то. А есть такие более мощные токсы, которые, если родитель импат, то прям родителям достаются по полной программе от этих детей. То есть это, ну, растёт такой психопатик маленький, потом он будет уже взрослый. И, ну, можно только посочувствовать вот такой маме или папе. Если так, там социопатик какой-нибудь, или ещё кто-то растёт. Вот. То есть не думайте, что это только родители такие могут быть. Такими могут быть дети. Потому что все родители в прошлом были детьми. Вот такая вот история. То есть, и когда такие дети вырастают, 18+, и если с ними прям совсем уже невыносимо, с этим психопатом, нарциссом, социопатом, а, да, родители импат, и для него это, ну, вот просто вот смерти подобно, то, что происходит, то, в общем, куда-нибудь отправлять. Куда-нибудь отправлять учиться, где-нибудь жить там, в общежитии, в колледже, не знаю, в каких апартаментах. В общем, всё, отдельная территория после 18-ти. Потому что иначе импат просто будет весь в психосоматике. Ну, в принципе, даже до смертельного исхода может дойти. То есть это раковые заболевания и так далее. У женщины, как правило, это будет страдать грудь, вот, рак груди, ещё что-то. Поэтому здесь не должно включаться чувство там долга, вины или стыда, что я там, значит, своего ребёнка. Если ребёнок по-хорошему не понимает, и он уже не ребёнок, а ему уже 18+, значит, всё, до свидос, Петрович. Вот. И, как говорится, не уважаешь мать, не понимаешь, постоянно портишь настроение, неадекватен, или ещё что-то, ещё какое-то деструктивное поведение. Выживай как хочешь. Всё. Хочу матом сказать, ну, не буду. На букву П, да. Туда. На выход с вещами. И тут либо произойдёт отрезвение, и на время этот ребёнок, уже не ребёнок, да, притихнет. Ну, именно притихнет. Поверьте, внутри он не изменится, и потом вам всё равно придётся разъезжаться. Вот. Ну, либо действительно на выход, и пусть учатся зарабатывать и жить самостоятельно. Вот такая вот такая лекция по поводу того, как общаться, эмпату с токсом, и не заболеть ничем. Значит, это не просто сделать, это действительно, придётся этому учиться, придётся это наращивать вот как мышцы внутри себя, эмпату я имею в виду. И, ну, если человек понимает, что происходит, он уже разобрался, и если он понимает, то легче наращивать эти мышцы. Если он не понимает, если его ещё запутывают, он не поймёт, может, я не прав, может, я что-то делаю не так, то всё, там человек запутался в собственных ногах, и всё, и там, то есть здесь тогда надо идти к психологу, ну, например, вот такому, как я, кто в этом разбирается, кто может сделать диагностики, кто может определить через диагностики того человека, да, о котором идёт речь. У меня есть видео, называется «Мои волшебные диагностики», я там рассказываю про них. То есть мне не нужно ни фотографии этого человека, ни сам этот человек на сессии мне не нужен, мне нужен только клиент, который идёт ко мне с запросом. И я могу почувствовать любого другого человека, которого я даже никогда не видела. Это взято из метода семейных системных расстановок. Вот. И тогда мы определяем, почему тот человек так себя ведёт, к кому он относится. Он действительно психопатичен, нарциссичен, или ещё там что-то другое, да, или может быть что-то другое. И вот когда всё по полочкам разложено, когда всё понятно, тогда, ну, уже больше понимаешь, какие уже мышцы тебе наращивать, как дальше общаться, что в этом общении с этим человеком подействует, что нет, как подействует, и так далее. Вот. Вот это вот, это самый сложный этап. Вот определить, всё дальше легче, дальше легче, дальше, ну, просто уже опыт и время, опыт и время. Всё, все мои контакты есть внизу, в описании под этим видео, на моём сайте natalie-карабков.ру и всего вам доброго.